Продолжение следует... ...сильно повлияло на игру. Мы бы и без удаления, я считаю, что справились бы. У тебя сегодня бомбардирская задача выполнена. Эмоционально это важно? Эмоционально, конечно, важно. Нападающему важно всегда забивать. Ты во хлеб. Спасибо. С победой. Владимир Бабушкин, главный тренер футбольного клуба «Строгино». Владимир Васильевич, два достаточно разных тайма получились у вашей команды. Вы перерывы уступали в счете и удалось добиться победы. За счет чего, на ваш взгляд, удалось переломить игру? Я согласен, что два разных тайма получился. В первом тайме не совсем правильно играли. Медленно переходили из обороны в атаку. То есть мяч много поперечных, было передач много потерян в своей половине поля. И поэтому соперник успевал возвращаться. И следствие остроты было мало у ворот соперника. Поэтому не сработали в этом плане. Пропустили обидный гол. То есть такой необязательный. И вот этот момент, когда пропустили гол, дали сопернику возможность раскрепоститься. И не получилась у нас вся игра в первом тайме. В втором тайме коррективы сделали. Во-первых, стали играть агрессивней. Больше играть. Больше атакующих действий стало именно в свободные зоны. Открываний было много. Как следствие, много создали моментов. Ну и я доволен вышедшими ребятами на замену. Усилили игру. Скорость добавили в атаку. Здесь и удаление соперника помогло. Но все-таки я считаю, что всей командой мы стали по-другому играть. И из-за этого результат пришел. В перерыве разговор на повышенных тонах был? Или скорее объясняли теорию, что называется? Да нет. Ну а зачем на повышенных тонах, если мы спокойно могли перестроиться? Просто надо было объяснить, какие моменты исправлять. В принципе, все ребята понимают. Поэтому и смогли перестроиться. И знали, как нам сыграть по-другому. Спасибо. С победой. Сима. Артем Ямангулов, игрок-академик Наплева. Его мнение по матчу. Что получилось и что не получилось? Почему не удалось такой удачный первый тайм реализовать встречу? Ну, прежде всего, нужно отметить удаление. Не нужно... Я считаю, мы с самого начала нафигировали в игре. И она была наша. И немного в втором тайме просели. После удаления игра расслабилась. После того, как вот это удаление произошло, не хватало скорее сил, да, для того, чтобы как-то игру переломить? Или уже больше эмоций? Нет, с эмоциями как раз все было нормально. Да, где-то не хватило сил. Количество тоже человек подвело, получается. Нам нужно будет идти в атаку, мы будем в меньшинстве. И за это напустили победу. Насколько я понимаю, тренер просил в концовке рисковать. И, там, несмотря на опасность пропускать атаки, все-таки пытаться выжать из этого матча хотя бы одну очку? Да, да, да. Нам нужно было сравнивать. Мы всеми силами не терялись. И у нас не было другого выбора. Вот два матча сегодня, что младшая команда, что ваше, два удаления, неделю назад то же самое. С чем это связано? Ну, это эмоции. С ними нужно бороться. Они должны доминировать над тобой. Их нужно сдерживать. Но это приходится с опытом, конечно. Спасибо. Игорь Шелстов, главный генер Академии Коноплева. Игорь Викторович, такое удачное начало для вашей команды. Чего не хватило, чтобы вот это преимущество первых минут реализовать в победу? Реализация голевых моментов. Забивая второй, третий. На первых минутах сразу забивая. И ничего бы этого не было. Никаких удалений бы не было. Ребята бы успокоились и все. А дальше эмоции. Ну, и в EFL нет таких проходных команд. Проходных команд нет. Поэтому такие удаления наказываются голами. Эмоции у футболистов через край. Не только в этом матче. И у младшей команды было удаление. И в вашей игре сейчас удаление. С чем вы это свяжете? Это тенденция какая-то? Ну, или просто так звезды сложились? Да, ну, именно в таких-то играх и туньях и учатся управлять своими эмоциями. Это урок на будущее. Я еще раз говорю. Такие, так скажем, выплески эмоций, да. В красной карточке. Это все наказывается здесь. Голами в нашем вороне. Я еще раз повторяю. Ну, тем не менее, команда до последнего, даже в меньшинстве, старалась набирать очки. И в концовке вы ва-банк пошли фактически. Ну, да. Поэтому и третий получили. Потому что мы пошли ва-банк. Нам надо было отыгрываться. Хотели отыграться. И пошли ва-банк. Получили третий. Ну, вот оцените самоотдачу ребят, потому что со стороны показалось, что играли до конца, не опуская рук, и в этом вопросе нет претензий к ребятам. Самоотдача по пятибалльной 10 баллов. Не хватило мастерства, и все. Реализация момента. Очень. Спасибо. Удачи вам дальше. Спасибо. Спасибо.